Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Сегодня проводится слушание по апелляционной жалобе на избранную меру пресечения в виде ареста для подчиненных Собчак, коммерческого директора Кирилла Суханова и Ариана Романовского. Это бывший главный редактор журнала Татлер. Он работал у Собчак СММщиком. Значит, их арестовали и вот сегодня проводится слушание, жалоба апелляционная на арест. Удивительное рядом, что называется, но сегодня они участвуют из СИЗО по видеосвязи. В суде адвокатом арестованных было зачитано письмо Андрея Малахова. Андрей Малахов попросил освободить помощника Ксении Собчак. Причем здесь Малахов я не знаю, что это такое, или солидарность какая-то журналистская. Собчак же великий журналист, после того, как она вела Дом-2, она стала рассказывать о том, как быть журналистом сейчас. Но это действительно интересно. Вот что пишут. Российский телеведущий Андрей Малахов поддержал помощника Ксении Собчак Кирилла Суханова, который обвиняется в вымогательстве 11 миллионов рублей в главу Ростеха Сергея Чемизова. Значит, слушание по апелляции проходит сегодня, 21 ноября 2022 года. Сторона защиты просит отпустить обвиняемого из следственного изолятора под залог. Малахов в письме попросил суд изменить меры пресечения Суханова, отменив двухмесячный арест. Друзья, ну здесь вообще с этим делом все очень странно, потому что вы знаете, что Собчак убегал, обыски проводились. У свидетелей вроде обыски не проводятся, а говорят, что у нее статус всегда был свидетеля. Мать Нарусова сказала, что обыски будут, значит, обжалованы. Она сама вернулась, вроде показывали, что она ездила в Ростех Собчак, после этого она на каждом углу начала говорить о том, что ребята раскаиваются и так далее. Адвокат этих ребят говорит о том, что почему она заранее говорит, что они виновны, что они раскаиваются, мы будем доказывать, что они невиновны. То есть здесь вопросов больше, чем ответов. Поэтому появление письма Андрея Малахова в суде с просьбой за коммерческого директора, именно за коммерческого директора Собчак, совершенно меня не удивляет с одной стороны, с другой стороны, конечно, удивляет. Потому что не удивляет с точки зрения того, как здесь все в принципе с самого начала было устроено, а удивляет, причем здесь Малахов. Ну, то ли по знакомству медийное лицо она попросила как-то поспособствовать для того, чтобы, значит, отпустили из-под ареста, не знаю, не могу сказать. Но, тем не менее, вот такой момент. Друзья, что думаете на сей счет? С вами был Будда Гришна, подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка в закрепленном комментарии, в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Друзья, я напоминаю, что по-настоящему важные актуальные новости для нас всех на сегодняшний день. Это событие, естественно, в сопредельном государстве. Значит, особо чувствительное направление Лиман, Херсон, мои ролики, значит, на остросоциальные, политические темы. Все это в моем телеграм-канале Будда Гришна Новости. Подписывайтесь, делитесь в соцсетях. Друзья, и здесь на YouTube есть канал, называется Будда Гришна Новости. Он резервный, запасной. Подпишитесь, чтобы мы с вами не потерялись в случае чего. И скоро на этом канале начнут выходить ролики в формате влог и короткие видео, короткие ролики шорс. Поэтому подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи.